Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. Мне 21 год. Моя проблема состоит в том, что я ревную своих родителей к 9-летним племянницам. Раньше они брали меня везде, я помогал, а сейчас они помогают этой девочке как первая внучка. Гулять с ней едут другие города. Я понимаю мам, что я уже взрослая. Меня начинает пугать, что я взлез на племяннице, меня беска канады еще разговаривает. Еще я живу с родителем, она просит на летние каникулы, чтобы ей все покупала. Хочется показать ей ее место и за наглость применить физическую силу. Я боюсь своих мыслей. Ну, смотрите. Здесь ситуация пока достаточно... Я, конечно, не буду говорить, что она простая, да? Она не простая. Я бы сказал, что эта ситуация по меньшей мере деликатная. Потому что речь идет о таких материях, как отношения между вами и вашими родителями с одной стороны, и с другой стороны, вашим неким таким, можно сказать, личностным восприятием того, что происходит. С одной стороны, ревность – это неверность в себе. Это страх, страх, например, одиночество, страх остаться одной, может быть, и так далее. С одной стороны, да? С другой стороны, это невозможность в какой-то степени опереться на себя. То есть, ну, у вас вот этими словами, да, не получается. То есть, вы, в данном случае, вероятно, слишком сильно полагаетесь на своих родителей. И... Достаточно слабо... Достаточно слабо... Как мне кажется, достаточно слабо. Полагаетесь на себя. То есть, вы вроде бы вот понимаете, что вы уже взрослая, вроде бы вы это понимаете, что вы взрослая. Но при всем при приёме вы... По прежнему... Живёте... С... Как будто бы по-прежнему вы достаточно сильно в своих родителях, получается, нуждаетесь, вот, то есть, ну, как бы вам очень нужно, чтобы они были, допустим, рядом с вами. И по-прежнему, как будто вы достаточно серьезно ставите свою жизнь в зависимости от того, например, что они будут делать, как они будут себя вести, к примеру, и так далее. А почему так происходит? Каким образом так происходит? Это очень важный момент. Очень важно для себя это разобрать. Потому что, если вы, например, чего-то боитесь, ну, допустим, если вы чего-то опасаетесь, то необходимо на этот страх обратить, как минимум, свое внимание, вот. Как максимум смотреть, а что я могу с этим сделать. сейчас похоже на то, что довольно много, довольно много и довольно часто вы, как будто бы, знаете, вот, ну, как будто бы сдерживаете себя, что ли, вот, по моим ощущениям. То есть, достаточно сильно вы себя, ну, не знаю, может быть, пытаетесь контролировать, вот как-то так это выглядит. И, на мой взгляд, ваша злость, ваша какая-то такая агрессия является производным от того, что вы себя не слышите. или слышите себя, но очень, знаете ли, так скажем, не сильно. То есть, вы себя вроде бы слышите, да, вроде бы как. вы слышите свои потребности, вот, но в то же время, как-то вот слишком сильно ставить их в зависимость от других людей. И, на мой взгляд, это не дает вам удовлетворения. Иными словами, можно в данном случае говорить о том, что вы слишком привязаны к, ну, в данном случае, наверное, к окружающим людям. Или непосредственно к своим родителям. И можно здесь, конечно, говорить о некоторой инфантилизации вашей. Вот. Но, по большому счету, это вот какие-то страхи и некая такая мысль, что вот без, допустим, ну, допустим, да, без родителей, к примеру, ну, своих родителей, допустим, я не выжил, я не выжил, вот. Без других людей, да, я не выжил. По большому счету, пытаетесь сейчас сказать вы. Ревность связана именно с этим, с тем, что вы боитесь, как бы, что все внимание ваших родителей, ну, как бы, переключиться на племянницу. Вот. В принципе. В принципе, это уже, по большому счету, происходит. Да, как бы, то есть. Они уже все делают, все делают для вашей, вот, племянницы, там, грубо говоря, больше, чем для вас. Например. И, во многих родителей, ну, серьезно, как-то, считают, что вы уже взрослые и так далее. Но, если вы, если вы, ну, что-то такое чувствуете, да, что вы что-то такое ощущаете, ну, вот, то, конечно, на мой взгляд, вот, ну, родителям нужно об этом сказать. Нужно, чтобы они как-то знали о том, что вас эта ситуация беспокоит, волнует и тревожит. Вот. Есть у вас определенные трудности и с самооценкой. Как мне, по крайней мере, кажется. Что это значит? Ну, это значит, что вы, ну, можете, например, вот, поверить в то, что больше вы родителям, родителям своим не нужны. Вы можете поверить в то, что, что родители вас, ну, как-то, вот, там, словно говоря, да, больше не ценят. Вот. И это происходит от внутреннего обесценивания себя. Как правило. Не всегда, конечно, но, как правило, вот, этот момент, он, довольно часто, ну, такой, достаточно значимый. И, соответственно, в этом случае вам нужно, опять же, на мой взгляд, обращать свое внимание на то, как вы к себе относитесь в первую очередь, на то, как вы себя воспринимаете в первую очередь, на то, как вы с собой обращаетесь в первую очередь. Понимаете? 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 И, с одной стороны, заявлять своим родителям, и говорите О том, например, что вас беспокоит, о том, например, что вас тревожит, о том, например, что вы хотели бы изменить, о том, что вам нужно. То есть как-то заявлять в данном случае о своих потребностях. Что очень важно, потому что, если вы не будете заявлять о своих потребностях, то, ну, неудовлетворенность ваша, она, как мне, по крайней мере, кажется, будет, ну, столько расти. Вот. И это, ну, опять же, как бы, ничего хорошего, никому, никому от этого не будет. Вот. А вы вместе с тем уходите, как мне кажется, сразу в, в стыд, вы уходите сразу в некоторую такую обиду. Вот. Иными словами, вы привыкли как-то вот себя, к сожалению, в какой-то степени больше подавлять, нежели чем выражать свои чувства. Для людей, которые привязаны, ну, кому-то, да, кому-то привязаны, это явление, к сожалению, распространенное. То есть в этом нет чего-то необычного. Но это не значит, что с этим не нужно ничего делать. Так как бы. То есть это не значит, что вам нужно, вот, оставить всё как есть. Напротив, мне кажется, что нужно замечать и признавать то, что у вас есть определённые переживания, то, что у вас есть определённые чувства. И ставить перед фактом, например, ваших родителей, что вот вас волнует вот это и всё. То есть здесь, с одной стороны, я бы сказал, что учиться нужно вам искренности. С одной стороны, я бы сказал, что нужно учиться вам быть собой. А с другой стороны, нужно работать над своими страхами и потихонечку брать ответственность. потихонечку брать ответственность на себя за то, что вы чувствуете, за то, что вы переживаете. Вот. И, может быть, несколько разгрузят родителей. Вот. Ну и не давать, как мне кажется, в данном случае, себя вобили. Это тоже очень важный момент. Ну, на этом, я думаю, пока можно закончить мой ответ. Вот. Вам необходимо научиться выражать свою злость. Потому что она в дальнейшем вас может нехило так отравлять, если вы будете игнорировать. Это можно сделать с психологом на психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам. Будем надеяться, что проблема решится. Обращайтесь за помощью. Пока-пока. Продолжение следует...